Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире информационный блог от Славянской Церкви Адвентиста 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Я, пастор Церкви, очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несколько слов о жизни и служении нашей общины, какие-то новые события, напоминания, с которыми я хотел бы к вам обратиться, так как жизнь движется вперед. Начну, как всегда, со служения, которое ждет нас в эту субботу. В эту субботу у нас будет особенное служение, так как мы будем завершать обряд вечерей Господней. Всех вас приглашаю присоединиться к этому служению, потому что это является большим благословением для каждого из нас. Я буду, по милости Божьей, проповедовать, поэтому молитесь за мое служение. Также хочу напомнить всем тем, кто не сможет прийти на это богослужение и быть с нами физически, но хотел бы тоже принять участие вечерей Господней завтра, то есть четверг, с 10 до 5 часов вечера вы сможете подъехать сюда к молитвенному дому или попросить ваших друзей, знакомых, родственников или диаконов, или диаконис, чтобы они подъехали сюда, взяли для вас символы, и вы можете подключиться к нам в субботу, к прямому эфиру и принимать участие в этом обряде вместе с нами. Так что будем надеяться, что эта суббота будет особенной для каждого из нас. Также хочу напомнить, что практически завершена регистрация на встречу семейного отдела в Санта-Крус. Если вы еще не успели зарегистрироваться, пожалуйста, сделайте это, перейдя по ссылке, которую вы видите сейчас, вернее, это QR-код. Вас ждут интересные темы, встречи, приятного многообщения, отдохнуть на берегу океана, полюбоваться теми красотами, которыми Бог наделил вот эту территорию, наш край с вами. Я думаю, что это будет очень интересная встреча, поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь и приезжайте вместе с нами на эту встречу. При регистрации в этом вы увидите больше информации о том, что нужно с собой взять и так далее. Также вновь напоминаю, что мы организовываем работу малых групп в нашей Церкви. Уже шесть групп есть на примете, три из них полностью сформированы, а три еще активно набирают участников этих встреч. Поэтому, если вы хотите стать частью одной из малых групп, или вы хотели бы организовать домашнюю церковь у вас дома, или же вы готовы стать лидером одной из таких домашних церквей, мы будем очень рады любому из ваших желаний. Поэтому, пожалуйста, звоните по номеру телефона, который вы сейчас видите на ваших экранах. Это номер руководителя миссинерского отдела нашей Церкви Ильи Гриневича. Также хочу напомнить, что у нас открыт фонд помощи к хатуне Газалишвили. Вернее, мы хотим помочь родственникам, которые пострадали от пожара в Грузии. Будем очень благодарны за вашу искреннюю поддержку. Свои пожертвования вы сможете принести в Церкви, указав в конверте для хатуны Газалишвили, или же используя онлайн-программу для пожертвований. Там есть статья Outside Fund. То есть, если вы пожертвуете в этот фонд за эти две субботы, мы будем знать, что это для хатуны Газалишвили. Также хочу напомнить, что 15 октября на территории нашей Церкви будет проходить ярмарка добра. Хочу прочитать прям конкретно, что это такое. Там мы хотим познакомиться с нашими соседями, а также всеми людьми, которые придут на эту встречу. На ярмарке будут представлены разные услуги. Социальная помощь, юридическая консультация, консультация у врача и мини-выставка здоровья. Также будет программа для детей, вкусные угощения, ну и сама ярмарка, куда вы сможете принести разные вещи для продажи, а также что-то для себя купить. И тут написано, все вырученные средства пойдут на благотворительность. Поэтому, начиная с этой субботы, вы можете приносить в церковь одежду, кроме носков и нижнего белья, обувь, бытовую технику, все для спорта и отдыха, музыкальные инструменты, посуду и декор для дома, а также все, что посчитаете нужным для кого-то. Только, пожалуйста, принесите все эти вещи подготовленными. Одежда, чтобы была постирана и в хорошем состоянии. Ну и если это какие-то предметы быта, то чтобы тоже они были чистыми, как я уже сказал, чтобы были подготовленными для продажи. Мы будем очень рады, если вы примете участие в этой ярмарке добра. У нас подготовлены такие небольшие пригласительные. И каждый раз, когда вы приходите к нам в субботу на богослужение, не забудьте взять для себя несколько штук, чтобы дать вашим соседям, друзьями, знакомым. Они есть на русском и на английском языке. Ну и последний из объявлений. Друзья, мы завершили создание церковного портала. Как я уже говорил в прошлый раз, объявлял об этом в субботе, это такой себе смс-портал, с помощью которого вы сможете присылать нам ваши просьбы, ваши пожелания. Мы, в свою очередь, сможем высылать вам разного рода важную и полезную информацию. Это улучшит вот этот взаимный контакт друг с другом. Потому что иногда сложно меня найти, потому что много людей, я не успеваю со всеми поговорить и отреагировать на просьбы каждого из нас, из вас. Ну и мне, если я хочу что-то принести каждому из вас, тоже порой бывает очень сложно, потому что, ну, подойти к каждому с каким-то сообщением бывает очень и очень сложно. Даже вот этот информационный блог смотрят не все. Программки, которые мы в церкви печатаем. Они, к сожалению, тоже не всегда доступны, потому что, возможно, в эту субботу вы как раз были в другой церкви. Поэтому очень надеемся, что этот портал, он улучшит наше с вами общение. Для этого вам нужно на этот номер телефона прямо сейчас выслать смс с сообщением со словом Маранафа. После этого вы получите ссылочку, перейдя по которой вы попадете на страницу регистрации. Укажите там все данные, которые у вас спросят и нажмите подтвердить. Таким образом вы завершите вашу регистрацию. После этого вам опять придет смс-сообщение, которое подтвердит вашу регистрацию. Далее просто этот номер телефона запишите и сохраните в вашем телефоне, подписав его Sacramento Slavic SDA Church. И вы будете знать, что если приходит смс-ка, то она приходит от нашей церкви. И если вы хотите отправить какой-то вопрос или просьбу, то вы тоже можете отправить вашу просьбу или ваш вопрос, просто написав смс-ку на этот номер телефона. Еще раз Божьих вам благословений, очень надеемся, что это будет полезной вещью в нашем общении. Также хочу сказать или напомнить о тех молитвенных просьбах, которые у нас есть и о которых хочу просить вас, чтобы вы дальше молились. Мы продолжаем молиться за Ольгу Козыренко и Валентину Жигаеву. Мы дальше молимся за Таню Закарпатьеву, у которой гепатит и цирроз печени. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляко. Ну и, конечно же, не забываем молиться о том, чтобы прекратилась в конце концов война в Украине. В заключение хочу прочитать текст. Это книга-притчи, 30 глава, седьмой и восьмой стихи. Двух вещей я прошу у тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай. очень интересный текст, который говорит нам об умеренности и о том, чтобы мы были всегда довольны тем, что у нас есть. И самое главное, о чем мы должны переживать, это о наших взаимоотношениях с Богом, чтобы мы не забыли о Нем в достатке и не роптали, когда сталкиваемся с какими-то трудностями. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем богослужении тут, в церкви в эту субботу или же в прямом эфире.